Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quays. Продолжаем видео про музей Первой мировой войны Kansas, США. Мы находимся в следующем зале. Окопы. Многие километры окопов были вырыты в ходе Первой мировой войны. Здесь сделана инсталляция вот такого тут укрепления, где врыто вот такое тяжелое орудие. Вот такое вот зрелище представлял блиндаж после того, как туда попадал снаряд и разносил его. Интересные кадры, посвященные России. И это, видимо, уже Первый мировой клон в разгаре. Будет встать в очереди за продовольствием. Тотальная война. Очень интересный экспонат. Форма российских сестер милосердия. Как она сюда попала, можно только гадать. Но это родная форма, настоящая. В заднем плане очень интересная серия открыток той эпохи. Видимо, у людей, которые придумали продавать такие открытки, было очень своеобразное чувство юмора. Ну, я, например, не могу понять, кто бы покупал сейчас открытки с видами разрушенного Белграда, или Багдада, или еще какого-то другого города. Очень странно было бы, чудовищно, наверное, такие открытки продавать сейчас. Ну, тогда, видимо, народ по-другому считал. А это британская форма сестер милосердия. А это британская форма сестер милосердия. Еще одно орудие. Это, видимо, место артиллериста. Садишься сюда и наблюдаешь весь мир через вот такую челочку. Прицеливаешься, дергаешь за веревку и орудие стреляет. Интересно. Не удалось заглянуть через ствол. Оно, видимо, заглушено. Вот такой вот мостер. Война в море. Британское морское орудие. Аэроплан. Какой-то удивлен. Любимая часть экспозиции. Авиация. Фактически из первой мировой войны авиация стала новым видом вооружения. И страны Антанты И немецкая ось Быстро поняла Преимущество использования самолётов Вот такие пулемёты Означались на первых аэропланах У первых пилотов Не было ни парашютов, ни раций Ничего Только белый шёлковый шарф Вот эти вот очки Кожаный шлем Кради Стоял такой деревянный винт О, это очень-очень уникальный экспонат Это фуражка офицера Саатской армии Авиации Посмотрите, какая эмблема Да, это круто Это очень круто Я вам сейчас покажу краткое описание экспонатов Дети в начале войны Белётчики использовали самолёты исключительно Только для аэрофотосъёмки Воздушной разведки И лишь изредка обменивались Друг с другом Выстрелами Вот из такого вот оружия Табельного Табельного То уже в середине войны Все страны стали устанавливать пулемёты Подвешивать бомбы Авиационные И самолёт Стал Активным оружием Так вот Они были на авиационmposium Они провели Передомоги , как агент Другой авиации Те поют Вы хотите посмотреть Настоящее Другой Возвратный Ассан Известно 5-го После Уже в честь которого потом назвали авиационный пол в Германии Лоттеррихс Гофен брат, соответственно, Манха Освальд Вельки тоже известный ад немецкий но этих вот последних я не очень знаю французы а вот это одна из версий первого аэроплана это конец музея я буду вернуться на вашу вечер и это для учеников, которые вы учитывали в этом месте вот в таком агрегате рыцари без страха и упрек поднимались в воздух и вступали в схватку я специально не называю модель этого самолета потому что у меня возникла идея сделать конкурс среди подписчиков своего канала поэтому потом я задам вопрос тем, кто разбирается что это за самолет в какой стране он был произведен и что это за познавательные знаки ну и наконец-то подводные лодки немецкие подводные лодки которые наводили страх и ужас на Британскую империю на торговые суда и место будет вспомнить про Луизитанию транспорт который был затоплен немецкой подлодкой как говорил один мой друг большому кораблю большую торпеду вот такая вот торпеда такая она вся гладенькая тоже адское изобретение здесь видимо спусковой механизм когда торпеда выходила из аппарата видимо здесь происходил взвод механизма который запускал уже двигатель и видимо таймер по которому взрывался соприкосновения очень интересные лопасти любое даже самое смертоносное оружие является произведением искусства с точки зрения инженерии и дизайна вот такая вот плавучая мина интересный стенд про торпедные аппараты и про торпеды вот такая форма как я уже говорил про Луизи Таню здесь даже есть небольшая история про нее кто не в курсе может почитать здесь вот тут лидер который я вам показал это была форма бельдийского офицера морских сил еще раз ее покажу интересная форма а вот это видимо роба простого матроса вот такая вот шапочка видимо немецкая и вот такой вот свитер весь заштопанный латанный вот такой жилет ленточка без козырки с надписью Ганновер оставайтесь с нами на канале и следите за продолжением сюжета с нами посидимаем тогда мы а мы